Иван Ремень А бывает, что для решения задач Вы реально что-то раскуриваете Да, конечно Ладно, давайте переснимем Ваня волнуется Надо было только предупредить Что надо было только удаление списка А то я полную программу написал тебе Чего сказать Ну круто, ну написал Ну молодец Вань, представься, расскажи немножко о себе Я закончил МГТУ имени Баумана В 2016 году со степенью магистра Учился в проекте Технопарк Через год пошел стажироваться в Mail.ru Начинал со стажера И спустя три года занял должность руководителя группы Расскажи, как вы деплоитесь? Для нас все заканчивается официально написанием Puppet модулей Мы договорились с админами, что мы экономим их время Они нас быстрее катят То есть у нас весь тепло идет через Puppet Мы сами освоили этот инструмент В принципе любой член моей команды в состоянии написать какой-то Puppet модуль Написать конфиг, отдать админам на ревью Если их все устраивает, они мерзут к себе в мастер и катят Естественно, перед этим, прежде чем мы начинаем проект Мы делаем какую-то архитектуру сами Потом я иду к админам и договариваемся, что их все устраивает Если есть какие-то конфликтные ситуации, уже собираем совещание, решаем Естественно, обязательно к моменту выкатки у нас должна быть документация для админов Что делать на случай пожара Обязательно делаем графики какие-то Чтобы по графикам можно было мониторить систему Описание всех возможных конфигураций Описание всех сетевых походов Чтобы любой админ знал, куда это вообще может ходить по сети Как же современные хиттерские технологии? Docker, Kubernetes? Многие не одобряют просто по той причине, что админы не хотят перекладывать админские задачи на разработчиков Потому что, как они говорят, мы посмотрим, что творится во внешней системе Вроде нормально, что творится внутри контейнера Кто его знает В общем, у нас пока это не прижилось Наверняка в работе каждого программиста есть какие-то очень необычные случаи Какие-нибудь авралы, факапы, проблемы, что-то разломал Расскажи о таком вот самом своем страшном воспоминании из работы И как ты с этим справился? Это был второй месяц работы мой У меня начальник ушел в отпуск на три недели А надо было, мы в то время готовились к запуску MyMail'а Рассказывать эту разработку Наверное, это самое такое яркое воспоминание Еще было воспоминание, наверное, у каждого такое есть Как я однажды запушил все ветки с форсом в гид Перетерев половину работы от дела Вот было дело, благо были бэкапы Смотри, ты достиг довольно многого И там сейчас руководитель группы Какие видишь для себя перспективы? Какие в компании для тебя есть перспективы? Чем ты планируешь заниматься? Ну, в принципе, моя, наверное, основная цель К чему я стремлюсь, это стать техническим директором Это то, что мне наиболее интересно Совмещение менеджмента и технических задач Выше уже вряд ли мне будет настолько интересно Но к должности технического директора я стремлюсь Но ты же сейчас говоришь, что практически ушел от разработки Занимаешься менеджментом Чем это будет отличаться в будущем? Больше команда, больше проекта, больше ответственности Возможность решать не только вопросы разработки Но и деплоя Того, как это уже на железе будет работать Какое нам железо нужно будет Вот, возможно, финансовые какие-то вопросы Разборка с оборудованием Вот это все тоже интересно Хочется вести полный цикл Зарплата в Mail.ru позволяет купить квартиру в Москве? Ну, формально это Москва, да Ну, это замкадья, это Зеленоград А сколько ты зарабатываешь? Ну, это под коммерческой тайной у нас находится Но мне на жизнь хватает Не быть невдудем Сколько лет тебе платить ипотеку? 25 Ну, это было осознанное решение Опять же, наверное, профессиональная деформация Я стараюсь минимизировать риски То есть мне никто не мешает закрыть ипотеку быстрее Но на случай каких-то непредвиденных обстоятельств Я всегда могу там заплатить по минимуму и не париться А сейчас мы тебя попросим немножко описать код И твоей задачей будет удалить элемент из односвязанного списка А язык? Любой Хорошо, попробуем Ну что, написал программу, все целиком Реализовал ее на сишке, на своей любимой Сделали структуру, которая хранит указатель на следующую ноду списка И значение некое Вот, ну, в чем сложности здесь были? Наверное, как всегда, не забыть ничего удалить Вот, и рассмотреть три кривых случая Когда удаляем первый элемент списка Когда удаляем элемент посередине И когда удаляем последний элемент списка Вот, в принципе, написал удаление в мейне Первого, среднего и последнего элемента Все удаляется, посередине остается Печатаем список, все нормально Ну и, кроме того, написал, естественно, метод добавления списка И распечатывания списка В принципе, можно под валгриндом погонять Готов поставить тысячу рублей, что у нас не будет утечек Круто, спасибо А у нас вопрос от зрителей Как, по твоему мнению, что Team Lead ожидает от разработчиков? В первую очередь, я хочу видеть практический подход к решению задачи Мы можем доводить до идеального состояния Все тогда, когда это не надо Действительно важно уметь писать хороший, качественный код Но нужно осознавать, что вот здесь это надо сделать А вот этот скрипт, он будет запущен один раз И больше его никто не запустит никогда Поэтому на него не надо тратить время Нужно уметь в случае каких-то проблем тушить пожар Очень быстро, очень быстро и хладнокровно принимать решение Такое тоже бывает в нашей практике Нужно уметь отвечать на вопрос, что будет с проектом через месяц Через полгода, через год, чтобы писать масштабируемый проект То есть если написать какую-то программу, которая будет работать на одном процессорном ядре И в принципе не будет подразумевать масштабирование на несколько ядер Скорее всего, через полгода такая программа будет в принципе немасштабируема И ее придется переписать целиком Хотя куда проще заложиться сразу на такие вещи Стараюсь, чтобы человек понимал все-таки, что такое операционная система Вот в интернете есть известный список числа, которые должен знать каждый программист Сколько работает обращение к памяти Сколько работает обращение к эшу процессора Сколько пакет пойдет от Амстердама до Нью-Йорка Хотелось бы, чтобы человек представлял порядок этих цифр И обязательно личностные качества человека Реально совет ребятам Многие стараются углубляться технически Но есть такое понятие soft skills Оно не менее важно в нашей работе Потому что нередко нужно взаимодействовать с другими командами разработчиков И если человек хочет расти, как-то они вечно сидеть и писать маленькие кусочки кода Свои изолированные от всех остальных Ему придется общаться с другими людьми И надо уметь договариваться Надо приходить к компромиссу Надо уметь слышать других людей При этом у человека обязательно должно быть свое мнение Я вот буквально недавно рассказывал со своим заместителем Он меня спросил, Вань, а ты вот не против, что я там с тобой спорю при другой команде Я говорю, нет, ни в коем случае Обязательно спорю, обязательно мне нужны тупые рабы Мне нужны люди, которые в состоянии решать задачу Которые, если знают, что правы, готовы отстаивать свое мнение Но при этом, если они поймут, что неправы Они должны уметь вступить Наверное, вот такие вот люди мне нужны Сложно сейчас найти хорошего разработчика? На самом деле все относительно Но я не считал, что прям очень сложно На это нужно сказать спасибо технопарку, технотреку И другим нашим технопроектам Потому что действительно появилось много хороших разработчиков, молодых У меня все-таки в команде больше бывшие стажеры Или нынешние стажеры Ну, в общем, молодые ребята есть на рынке, действительно А как на собеседование быстро определить, подойдет тебе человек или нет? На самом деле я понимаю это буквально в течение пяти минут первых То есть прям по резюме? Как-то шестое чистое Нет, по резюме нет Общение видно, как человек реагирует на вопросы, как он думает Здесь важен даже не ответ на вопрос тебя А как человек думает, как он мыслит, чтобы найти ответ на этот вопрос Но мы тебе поставим более сложную задачу Мы сейчас тебе предложим несколько резюме И тебе нужно выбрать или описать, почему тебе тот или иной человек подходит или нет Хорошо, давай попробуем На резюме номер один сразу видно, что оно на английском Это огромный плюс Это значит, что человек в состоянии читать английскую литературу Скорее всего, у него будут более актуальные знания Он указывает ссылку на свой гитхаб, что тоже неоспоримое преимущество Потому что можно будет посмотреть сразу код, прежде чем его приглашать на собеседование И, скорее всего, если человек не стесняется, у него действительно там неплохой код будет Так, вот недостаток данного резюме в том, что очень кратко описан опыт текущей работы Я все-таки стараюсь, чтобы в моем резюме, например, было расписано то, чего я достиг на работе Какие задачи, а главное, какие основные достижения в виде конкретных цифр То есть сократил там затраты на оборудование на 30%, что-то такое Хорошо, что человек обучается на Курсере Это вот тоже очень большой плюс Показывает заинтересованность человека к своему развитию Вот в знаниях человек явно указывает то, что ему вряд ли пригодится для текущей работы Очень нерелевантные скиллы, типа Word, Excel, PowerPoint Наверное, если ты устраиваешься на работу программистом, это не очень важно знать То есть не стоит писать, что я еще и крестиком вышивать умею Как проходит обучение в команде? Что ты делаешь, чтобы вырастить ребят? Во-первых, первое, что я делаю, я кидаю набор своих любимых книжек, статей по высоконагруженным проектам И дальше уже по задачам, мы каждую задачу сидим и раскуливаем Единственное, что я не фанатик идеального кода Я стараюсь, чтобы люди архитектурно правильно писали, и чтобы этот код было просто поддерживать Блиц-опрос Маг или винда? Маг А линус? Ну, нет, Маг Окей Visual Studio Code или Vim? Vim Почему? Удобно, привык Кто твой кумир? Elon Musk Если бы ты выбирал между крупной компанией и стартапом, что бы выбрал? Крупную компанию Последний раз, когда ты хотел себе что-то позволить, но не смог, что это было? Автомобиль новый Tesla? Нет, BMW Что твои друзья и знакомые чаще всего спрашивают тебя про Mail.ru? У вас правда сон бесплатный А почту восстановить не просит? Самый популярный вопрос это взломать что-нибудь почту Помогаешь? Нет Почему? А у нас все закрыто У нас безопасно Что лучше, говорить или думать? Думать Кем себя видишь через 70 лет? Надеюсь, бессмертным человеком Кто лучше, Бэтмен или Женщина-кошка? Женщина-кошка Почему? Она женщина Три профессиональные цели на ближайшие два года Запустить все свои стратегические проекты Не допускать багов и не расстраивать тестировщиков Из-за личного приблизиться к техническому директорству А не хочешь запустить свой стартап? Нет, не хочу А во сколько приходишь на работу? К 12 А уходишь? По-разному, как задачи закончу А на что хватает твоя зарплата? На все, что мне нужно в данный момент Но стараюсь к большему Потому что есть планы по расширению того, что мне нужно А не хватает только на БМВ? На новый Я сейчас езжу на БМВ Хочется поменять Какие задачи ты стараешься никогда не брать на себя? Задачи, которые я понимаю, что ни у меня, ни у моих людей Не будет мотивации закончить до конца в любом случае Спасибо, Вань Спасибо, Паш А у нас был студия Иван Ремень Руководитель группы разработки в почте Mail.ru А вы подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Оставляйте вопросы в комментариях И присылайте резюме Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому